Всем привет, меня зовут Саша и вы снова смотрите Парфчарт. Да, не прошло и практически полгода. Ну что ж, так бывает, у меня, если честно, не было ни желания, ни времени, ни вдохновения вообще что-либо снимать. Как вы успели заметить, я стала снимать больше влогов о собственной жизни, но и сейчас это тоже не делаю, потому что, ну, так в жизни бывает. Я не всегда порхаю, летаю, не всегда такая радостная и счастливая. У меня тоже в жизни много чего происходит. Вот был такой период, когда просто не хотелось ничего снимать. Сейчас я вернулась, как вы видите, в полном макияже. Да, не пугайтесь, он сегодня тематический, скорее гревущим 20-м или, может быть, красиво разлагающимся декадансом. И да, вы снова смотрите Парфчарт, мой такой авторский формат, где я выбираю 5 ароматов на определенную тематику, расставляю их на пьедестал, 1, 2, 3, 4, 5 место и так далее. Если вам интересно, что я сегодня натворила и натворю, то тогда продолжайте смотреть. Я сегодня не зря нарядилась. У меня ассоциация со стихами Шарля Бодлеера, может быть, что-то с декадансом, а может быть, уже ближе к 20-м. В общем, как кому нравится, как я уже сказала. Мне показалось, что эта тематика и этот стиль очень подходит к ароматам от Франчески Бьянки. Да, сегодня будем обозревать именно эту марку. Спасибо огромное моей подруге, которая подарила мне вот такой замечательный кит с пробничками, с мини-версиями ароматов. Здесь их 12. Я все честно разнашивала больше месяца. Я, правда, влюбилась в эту марку. Она прямо моя. Вот полностью и целиком. Практически все ароматы мне нравятся. Мне было очень тяжело выбрать 5 самых лучших, как мне кажется, но я очень постаралась. Итак, если вы готовы, тогда начинаем с 5-го места. Прежде чем мы приступим к пятой строчке нашего парфчарта, я хотела немножко рассказать о самом парфюмерии Франческа Бьянки, итальянка, которая выросла в Тоскане. Она на самом деле училась на искусствоведа. И специализация у нее по 20-му веку. Соответственно, она любит живопись, культуру, искусство, литературу. Она вся погружена в эти темы. В этом мы с ней очень похожи. Увлеклась она ароматами, когда прочитала книгу о натуральной парфюмерии. И затем она уже отучилась, насколько я помню, в Грассе. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста. И дальше уже стала создавать свои ароматы. Они у нее все с каким-то таким ярким авторским почерком. Фюмы Франчески Бьянки очень плотные. У них такое фулл боди, знаете, как про вино красное говорят. Они полнокровные. Очень часто в них есть нота ириса. Скорее всего, ирис это вообще ее signature scent. И ирис всегда разбавлен бобами тонко, почули, кожей, что-то типа того. Каждый раз разные нюансы. Но в целом всегда в основе лежит ирис, вокруг которого она пляшет уже остальными нюансами ароматическими. Сама Франческа Бьянки очень известна своими провокационными ароматами. Потому что в целом они у нее все про человеческие желания, про тайну человеческих мечтаний, про какую-то интимность, близость. Нет, не про похоть и вульгарность. Совсем не про это. А скорее вот то, почему я выбрала Дикаданс и Шарля Бадлера, это такая близость, к которой ты не стесняешься, которая уже не может жить в тебе. Желание горит к другому человеку. И вот оно рвется сквозь стихи, сквозь искусство, сквозь картины. И также через ароматы Франчески Бьянки целым фонтаном это желание бьет. Давайте же начинать скорее пятое место Парфчарта. На пятом месте у нас сегодня красуется аромат под названием Этрускан Вотер или Этрусская Вода. Ой, это вот, кстати, очень сильно отличающийся аромат от всего многообразия, который я вам показала, потому что он зеленый колонь, но при этом с таким стальным характером. Вдохновением для создания этого аромата, как признается сама Франческа, послужили, а, во-первых, ее любовь к той местности, где она выросла, а она родилась и жила в Тоскане, а второе это то, что она отдает дань своим пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-предкам, в общем, людям, которые населяли территорию современной Тосканы, Этруски, древняя цивилизация, которая предшествовала римской цивилизации. В принципе, римляне очень много почерпнули и с точки зрения науки, культуры и так далее у Этрусков. Это такой ретро-зеленый фужер, действительно, и колонь, но при этом он гораздо плотнее, чем колонии. Ой, поверьте мне, гораздо, с ним можно ходить весь день. И стартует он с классического такого веера зелено-цитрусовых нот. Здесь есть бергамот, очень терпкий. Его, к нему присоединяется петит грейн, который дает еще такой кислинки и пронзительной звонкой такой зелени и кислоты. Присоединяется ко всему, к этому богатству цитрусов и зелени еще базилик, дает такую более пряную ассоциацию. И здесь есть еще, мне кажется, какой-то лимон, есть грейпфрут точно. Конечно же, как бы Франческо Бьянке обошлась без своего любимого ириса, он здесь дает жирную основу, такую некую оболочку сердца, такой туман вокруг сердца аромата, который непременно должно это сердце источать. А само сердце здесь скорее звучит как ветиверы, дубовый мох. Есть, конечно же, еще для закрепителей здесь амбра. Для какой-то манкости, простите за слово, кто его не любит, но по-другому не могу выразиться, жасмин присутствует. Но еще изюминки дает и такой силы крепости Бессмертник и Лабдану. В целом аромат вообще больше на мужской стороне, но я носила его с огромным удовольствием. Обязательно нанесу на своего супруга, потому что уверена, что это будет какой-то просто рыцарь, который бежит, Робин Гуд, который спасает меня где-то в лесах. Вот так будет на моем муже смотреться. Ну и даже с моей горячей женской кожи звучало очень красиво. И он вначале, правда, такой цитрусово-зеленый, а затем дальше уходит такой более дымчатый зеленый ветивер с дубовым мхом. Едем дальше. Итак, у нас уже четвертое место парфчарта, посвященного ароматам Франчески Бьянки. И на четвертой строчке красуется аромат под названием «Tiger». «Tiger». Почти как песня о Мерлин Монроу. Помните? «Kiss me, tiger». Но мы не в той эпохе сейчас. У нас «Tiger», «Tiger» переносит нас совсем в другой роман. А роман этот постапокалиптический. Как описывает сама Франческа, она хотела с помощью этого аромата воссоздать такую картину. Представьте себе, мир после катастрофы, постапокалипсис, выживший представитель утонченной цивилизации, идет в сверкающем наряде, ему все нипочем. Да, мир вот закончился, землетрясение, что там у нас случилось, метеорит упал, все плохо. Но вот есть, остались еще люди, которые надели свои лучшие дольчи и габаны в блестках. И вот он идет по такому затопленному, где-то лава бурлит, где-то техногенные катастрофы, а он по задымленной местности, разрушенным домам, идет и прогуливается красиво в своих туфлях от Balenciaga. И она хотела показать вот этот контраст между ужасом и кошмаром конца жизни и красотой. В общем, если говорить, какие слова заключены вот в этот парфюм, то скорее это будет что-то типа того, мрачно, драматично, но невероятно красиво. И будучи человеком, который очень любит культуру, искусство, живопись, литературу и так далее, Франческа, конечно, не могла не вдохновиться чем-нибудь из этих миров. И вот она взяла стихотворение Уильяма Блейка, английского поэта, не очень признанного в свои годы, когда он жил в Англии, но, конечно же, после смерти уже потом гений его был открыт. Так вот, она взяла его стихотворение под названием «Тигр» и создала по нему этот аромат, потому что ее так сильно зацепили строчки, где «Тигр» — агрессивное, убийственное животное. Это хищник, это агрессор, это деспот, который бросается и разрывает тебя на куски, он рожден убивать, но при этом он невероятно притягателен, красив. И как это может сочетаться? Она и он, она в смысле Франческа, и он в смысле Уильям Блейк, могут выразить кто-то в словах, а кто-то в нотах парфюма. «Тигр, о тигр, светло-горящий, в глубине полночной чащи, чей бессмертной рукой создан грозный образ твой». Это первое четверостишее стихотворение Уильяма Блейка. Если вам интересно почитать его целиком, то можете найти на просторах интернета целое произведение. Поверьте, оно очень эмоциональное и красивое. И именно из этих строк родился сам аромат. Чем же он пахнет? Для меня это плотная, дегтярная, слегка дымная, такая разгоряченная слегка кожа, и при этом много уда. Но еще Франческа говорит, что здесь добавлен мед. Соглашусь, что-то такое сладкое здесь есть, сладко-грековато-терпкое чуть-чуть. И при этом еще есть наркотические цветы. Наверное, имеются в виду какие-то из белого семейства, типа Гарденни Туберус Жаслинов, что-то такое хищное. Но я их здесь не вычленяю. Этот аромат очень цельный. И делить вообще в целом ароматы Франчески Бьянки на ноты, это довольно сложное и бесполезное занятие, потому что в чем ее прекрасная черта, как парфюмера, она создает абсолютно цельные ароматы, которые даже не хочется как мозаику разбирать на кадры, на ноты и так далее. Но чтобы вы хотя бы примерно представляли, я уже сказала, наркотические там белые цветы, ут, кожа, гелиотроп, сандал, который тоже дает здесь скорее округлость и сладость. И в принципе все. Аромат унисекс. Я его слышу и на сильных бизнесменах, каких-то боссах мужчинах, и на взрослых мужчинах, и на таких расцветающе зрелых парнях. И, конечно же, вижу на сильных женщинах. Это вам не ох-ох-ох какая-нибудь девочка-припевочка, это не бабочка порхающая только что студентка, нет, скорее всего, ну правда, если она не родилась уже с декадантскими увлечениями. Это прям стихи, если не Уильяма Блейка, то в мою сторону больше Шарля Бадлера. Кстати, к стихам Шарля Бадлера у Франчески тоже есть аромат, но мы о нем поговорим немножечко попозже. Вот такой вот тайгер, тайгер, а мы с вами движемся дальше. Третье место парфчарта и аромат под названием Angels Dust, или ангельская пыль. Здесь очень интересная история. Вот этот аромат, это ирисы Франчески Бьянки в десятерной степени, просто умножайте на 500. Это она, как она есть, но только вот прям для женщин. Она не старается здесь делать унисекс, она не говорит, это ниша для всех. Нет, это прям аромат для актрисы немого кино 20-х годов. Если кто-то из вас смотрел Оскаровскую программу в этом году, вы могли посмотреть фильм Демиана Шазела, который называется Вавилон. Это фильм о переходе Голливуда с немого кино на звуковое. И там показываются ревущие 20-е такими, какими они были. Там много обнаженных тел, много секса. Сразу предупреждаю, если вдруг кого-то это пугает. Но на самом деле фильм безумно красивый. Очень много замечательной музыки, джаза, танцев. Марго Робби просто... Брэд Питт, моя любовь навеки. И вот это Марго Робби в этом фильме. Знаете, вот кто смотрел, меня поймут. Кто не смотрел, посмотрите и вернитесь в комментарии. Пожалуйста, напишите, как вы думаете. Это такая актриса, еще немого кино, но может быть уже переходящая на звуковое, которая после многих дублей прибежала в гримерку. И ей там говорят, что у вас еще сегодня шоу в кабаре. Она еще подрабатывает где-то в кабаре, бежит потом туда. Ее окружает такая взвесь ароматов разных абсолютно в ее гримерке. Там и, как я уже сказала, пудра, да, и духи, и цветы от поклонников, и вообще аромат ее собственного тела, и других танцовщиц кардебалета, если они вдруг забежали к ней туда. Очень-очень много всего. Но этот аромат, он настолько плотный. Это прям запах ее пудреницы. Здесь из нот роза, мимоза с ее желтой пыльцой, да, такой черный перец, конечно же, корень ириса, который здесь поет главную арию, бальзам толу, бензоин, сандаловое дерево. Все это плотные, смолистые, сладкие, тягучие ноты. И все это еще и присыпано ванильной пудрой. В общем, аромат на любителя. Но для тех, кто любит ирисовые актрисы, гримерки, вот это вот все, 20-е годы, декаданс к нему присущий тоже в том числе, то присмотритесь. Это правда очень красиво. Лука Турин очень интересный такой длинный отзыв довольно-таки назвал. Он сказал, что это какой-то первобытный тальк, что это может быть действительно пудреница в театральной гримерке, а может быть это просто такая пыль от мимозы красивой с ванилью. Но он еще и затронул химические вещества, потому что ангельской пылью в свое время называли наркотическое вещество, которое применяли в наркозе. Внутривенно, конечно, такой сладкий наркоз нам с вами не нужен, но на себя нанести, успокоиться и распространить свое величие на других очень даже. Это было третье место, Angels Dust, а мы движемся с вами дальше. Второе место парфчарта, посвященного ароматам от Франчески Бьянки, занимает парфюм под названием «Люкс Кальмблют», или «Сладострастие, роскошь и покой», если правильно переводить в стихах Бодлера. Вот мы и добрались до Шарля, моего любимого Бодлера, к которому, конечно же, если человек любит декаданс, если он любит вот эту всю красоту умирания, должен был посвятить аромат. И Франческа это сделала с огромным удовольствием. Собственно, эти три слова «Люкс Кальмблют» – это повторяющийся рефрен в знаменитом стихотворении «Приглашение в путешествие» Шарля Бодлера. Там красота, там гармоничный строй, там сладострастие, роскошь и покой. Вот эти строчки у него как припевом повторяются на протяжении всего стихотворения. Оно довольно красивое, как, в принципе, и вся его поэзия. Просто наполнено эпитетами, наполнено чувственными какими-то словами, ассоциациями, образами. Он очень любит синестезировать тоже в своем творчестве. Любил, точнее. А Франческа любит сейчас это делать. И поэтому создала аромат, который она посвятила изобилию, роскоши. Вот. Также с таким же названием есть картина Анри Матисса, которая является одной из вдохновляющих и любимых для Франчески Бьянки. И, соответственно, она настолько выражает ту же идею, которую заложила в свои духи Франческа, поэтому она тоже взяла ее как элемент вдохновения. Я вам ее здесь показываю, эту картину. Посмотрите. Найдите для себя какие-то ассоциации. Но чем же пахнет сие прекрасное создание? Этот аромат уже более фруктовый. Это фруктовое наслаждение с какой-нибудь оргией еще чуть-чуть. Да, здесь очень много телесного. И при этом, при всем, все это происходит на экзотическом острове, среди деревьев, кустарников, цветов. Все это в буйном, буйном цветении. Все это в дурманящих запахах. Все это в каких-то обнаженных танцах под луной. Вот это вот все. Какая-то вакханалия, короче, происходит. Но она красивая, этого вакханалия. Горький апельсин, мандарин, гальбанум. Вот чем это приглашает вас в путешествия. А дальше вас за руку берут тропические фрукты. Бегут в сады, в райские цветущие. Вот эти вот плоды разрываются. Из них вытекает сок. Вы туда погружаете свои зубы. Вы съедаете эти папайи, эти какие-то маракуйи невероятные, сочные. И все это течет по вам, по разгоряченному телу. В общем, я пошла уже в ассоциации, вы поняли. Вот эта вот сексуальность фруктов поддерживается иланг-илангом. Таким островным, ярким, желтым, пыльцовым. И при этом еще таким сладким, томным, тягучим бензоином. Ему вторит апопанакс и сандаловое дерево. Ну, в общем, по тому наборчику, что я вам перечислила, вы себе примерно можете нарисовать, ну, не картину Матисса и не портрет стихотворения Бадлера «Приглашение в путешествие», но что-то сладострастное, спокойное и роскошное, как этот аромат от Франчески Бьянки. Он у меня на втором месте, а мы идем к счастливчику, к победителю. Дамы, доставайте свои веера, потому что сейчас будет очень жарко. Так как у нас на первом месте не один, а целых два победителя. Да, не было такого еще в истории парфчарта, но все должно происходить впервые. Итак, это ароматы под названием «Sex and the Sea» и «Sex and the Sea» нероли. Да, они немножко похожи, они, в принципе, происходят из одного аромата «Sex and the Sea», ко второму просто добавила слово и нота «Нероли». Но это все-таки два чуть-чуть разных в оттенках аромата, которые я полюбила всей своей декадантской душой, друзья мои. Что касается «Sex and the Sea», вот стандартного, то это такая пляжная утеха, это такая пляжная шутка, это радость, это юность, это ваш возлюбленный серфер, который только что вышел из лазурного моря, его кожа бронзой отливает, она еще соленая, и вот вы его целуете в его плечо, а он вам в ответ, и дальше что происходит? Только знает занавес и Франческо Бьянки. Ну или вы, если воспользуетесь этим парфюмом там же на берегу. А что касается «Sex and the Sea» нероли, о нем хотела бы поговорить чуть поподробнее. Начинается аромат с прогулки по Лигурийскому побережью, вы такие приехали, свежесть ветра, соленость моря, его лазурь, все хорошо, сейчас у нас будет какой-нибудь судьбоносная встреча с красивым мужчиной, который будет петь нам красивые песни в уши, рассказывать про звезды, про луну и так далее. Вот это все так красиво начинается с цитрусов. Здесь есть бергамот, здесь есть петит грейн тоже, она очень любит эту ноту, кстати, как вы успели уже заметить. А дальше уже вступают те самые нероли масла, которые Франческо нашла у себя, оно ей так понравилось, что она решила добавить его в оригинальный парфюм «Sex and the Sea», и получилось, собственно, что получилось. Это ода нероли, нероли, которая коронована вот этими цитрусами, петит грейном и бергамотом в начале, а дальше у нее на этой короне расцветает мед, мед с золотом разливается. Меда здесь немного, но он придает вот эту вот красивую, сверкающую изюминку самому нероли. Все это тонет в кокосовом молоке, в сладострастном сандаловом дереве, который тоже дает молочную здесь ассоциацию. Но чтобы вам так липко не казалось, знаете, у этого парня тоже есть бэдгай, у него тоже есть червоточинки, у него есть бессмертник, который, ах, так может, иногда вас из этого романтического сна разбудить своими поступками или какими-то острыми словечками. В общем, он такой, знаете, непаяненько мальчик. Конечно же, какая бы франческа была бы, бьянки, если бы не добавила сюда чуточку ириса, немножечко овердозика ириса, как она делает во всех ароматах. Ну, здесь не совсем овердоз, но ириса очень много, он тоже чувствуется, даже сквозь все поглощающие нероли. Есть еще щепотка ванили. Аромат безумно красивый. Это именно то направление ароматов, которое я полюбила года, наверное, полтора назад, как раз приехав только в Грузию, потому что здесь в жарком климате и в целом в теплом на протяжении года мне стали нравиться курортные и более сладкие гурманские ароматы. Конечно, практически все ароматы франчески можно назвать отчасти гурманскими, потому что вот эта нота ириса и ванили, все время рефреном повторяющаяся, в каждом практически аромате, она дает такое ощущение, сладковатая нега гурманики здесь присутствует почти везде, но при этом она всегда добавляет какое-то новое настроение, которое отражает культурные ценности, которые она впитала в своей жизни. Sex and the Sea никаких таких культурных ценностей не несет, это просто наслаждение. Да, и это тот аромат, который я бы точно купила во флаконе из всей ее линейки. Поэтому первое место партчарта. Друзья мои, искусство требует практики и опыта. Я, как видите, давно уже с вами не встречалась, поэтому извините, если что вдруг не так, если я слишком много болтаю или я что-то недосмотрела в своем видео, я снова вхожу в состояние потока видео, если, конечно, у меня это получится. Потому что, как я вам сказала, желание снимать у меня почему-то пропадает сейчас. Сегодня оно просто появилось, и я очень, правда, давно хотела обзор и написать в телеграм-канале в своем партчарте. Я вот здесь вам его показываю, и, соответственно, видео для вас здесь снять в формате партчарта. Вообще об ароматах Франчески можно говорить часами. Я бы хотела себе оффлайн-собеседника, который со мной смог бы это все послушать, обговорить, поделиться ассоциациями, потому что это очень интересно. В принципе, у меня такие собеседники, конечно, в Тбилиси есть, но вот такой намек, да, еще для моих парфу увлеченных тбилисских коллег по любви к парфюмерии. Давайте-ка обсудим Франческу Бьянке на следующей нашей встрече. А пока скажу, что больше я парфюмерно нахожусь на своем телеграм-канале, который, как я уже сказала, называется Парфестеты. Там я выкладываю посты практически каждый день. У меня там уже есть полюбившиеся постоянные рубрики. Моя версия рекламы парфюмов, например. И часто я именно там воссоздаю свои парфюмерные истории, то есть то, что я делала раньше на видео. Здесь в Грузии мне это сделать сложнее, нет таких костюмерных, да, как было в Москве у меня. Но в парфестетах я как раз могу развернуться и писать на любую тему. Часто я подбираю свои фотосессии, свои фотографии, какие-то образы, параллельно еще знаменитые картины или музыку. В общем, всю свою любовь к эстетике, искусству и культуре я выражаю именно в парфестетах. Если вам интересно, присоединяйтесь, пожалуйста. Благодарю, если вы все-таки до конца досмотрели это видео со странной женщиной с черными глазами. Нет, я не панда. Я принцесса Дикаданса, которая очень любит Шарля Бодлера, а также влюблена во Франческу Бьянке, которую мы сегодня с вами и обозревали. Если вы знаете эту марку, пожалуйста, поделитесь своим мнением о ней, какие ароматы вы бы носили, а какие, может быть, у вас уже есть, и у вас есть свои ассоциации с ними. Буду рада очень услышать вас и увидеть вас в комментариях. Потому что это помогает продвижению канала и вообще в целом дает мне понимание, вам вообще нужно, чтобы я видео снимала или нет. Потому что иногда мне кажется, что нет. Поэтому очень надеюсь, что вы дадите мне обратную связь. Если еще и дадите, то напишите, может быть, что вам интересно, чтобы я снимала, чтобы это все было не впустую. Спасибо еще раз, что были со мной. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!